Здесь должен появиться парк, однако старая часть полигона ТБО уже на протяжении года не может попасть в федеральный проект «Чистая страна», который входит в нас проект «Экология». А это деньги, необходимые для решения проблемы накопления вреда окружающей среде, то есть рекультивации так называемой верхней части карты полигона. Вот это и есть та самая верхняя часть карты полигона. Казалось бы, она должна быть самой жуткой. Здесь кусты и трава. На самом деле, вот то место, над которым мы стоим, и средняя глубина залегания отходов на нем примерно 35 метров в глубину, если вы можете себе такое представить. Примерно с 2005 года мусор сюда не возят. Это подтверждается документами. Но Минприрода России как будто не обращает внимания, отказывает в рекультивации. Якобы не доказано, что на этом участке прекратили экономическую деятельность. Эксперты регионального отделения Народного фронта удивлены таким подходом федерального министерства. Очень много нестыковок, много очевидных каких-то провалов и прорехов. В том числе по Парнаузскому полигону вовремя Алтайским краем, профильными ведомствами были подготовлены документы, направленные в Минприроду. Первый раз их потеряли просто. С моей точки зрения, многое решает просто лоббизм. Вот где-то один регион смог договориться, что называется, но мы в правом государстве живем. Так быть не должно. Это значит, что пока верхняя карта Барнаульского полигона проходит мимо реестра объектов накопленного вреда окружающей среде. Причем вот что любопытно. В реестр включили полигон в Санкт-Петербурге, на рекультивацию которого требуется больше миллиарда рублей. Но не включили Барнаульский, хотя он по площади больше, а вложений требует чуть ли не в 10 раз меньше. Правительство Алтайского края 9 апреля текущего года адресовало федеральному центру письмо с просьбой поддержать предложение региона. Между тем, эту территорию планировали восстановить. В проекте обозначена, к примеру, установка защитного экрана, который позволил бы исключить загрязнение грунтовых вод. Вся территория выстилается экраном непроницаемым, пленкой, устраиваются скважины для дегазации, засыпается все грунтом техническим, потом плодородным, высеваются травы, высаживаются деревья, получается парк. Рекультивировать верхнюю часть карты значит помочь экологии, особенно частного сектора, что стоит на границе полигона. Легкий мусор больше не будет разлетаться по окрестности, птиц станет меньше, а это поможет и городскому аэропорту. Наконец, запахнет по-другому. Андрей Дриер, Александр Антропов, День с толком. Андрей Дриер, Александр Антропов, День с толком.